Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Репин Максим. Я представляю, как уже было сказано, Департамент информационной безопасности, а именно отдел, который как раз занимается разбором различных новых технологий, разбором деятельности бизнес-процессов наших новых поднадзорных и старых в том числе. То есть вся вот эта научно-исследовательская деятельность, в принципе, начинается с нас. Доклад будет построен следующим образом. То есть сначала я расскажу такие проблемы, которые мы увидели в начале нашего пути, потом расскажу, как мы попытались их решить, ну и, соответственно, в конце немножко расскажу, каких результатов мы уже достигли в нашей деятельности. То есть как обычно выглядит процесс, скажем так, регулирования нового объекта. То есть появляется какой-то новый объект регулирования, собирается какая-то небольшая группа экспертов, формируются требования, выходит нормативный акт. Естественно, как уже на протяжении долгих лет видно, это порождает некие определенные проблемы, в том числе. То есть, как правило, нормативный акт не привязан к конкретной деятельности, то есть требования устанавливаются более-менее формально, то есть смотрятся какие-то общие, такие, скажем так, общепринятые требования по безопасности и осуществляется попытка их, скажем так, втесать в новые рамки. Соответственно, это также приводит к тому, что требуются большие затраты на реализацию этих требований, и в конце концов, когда требования реализуются, когда все средства защиты установлены, до конца получаются новые угрозы, новые какие-то риски, не закрыты. То есть, такой документ получается слегка плавающий и не привязанный к конкретной деятельности. То есть, мы, проанализировав эту ситуацию, попытались предложить некий свой подход с учетом следующих факторов. То есть, в настоящее время активно идет развитие финтех-области, появляются какие-то новые направления, появляются новые технологии. Большинство систем сейчас являются не типовыми, как ранее, а какие-то своими новыми нюансами. То есть, каждый пытается оптимизировать систему под свой бизнес-процесс. Более того, сейчас скажу такое слово, как глобализация. То есть, все системы становятся взаимосвязанными, то есть, все пытаются сделать некий такой обмен информацией, чтобы быстрее, оперативнее реагировать на вызовы рынка, чтобы как-то оптимизировать свои бизнес-процессы. То есть, вот эти все нововведения, они, в принципе, делают старый подход, усложившись уже невозможный. То есть, для этого, чтобы, скажем так, следовать вот этим всем тенденциям, мы немножко задумались и решили применить некие такие инновации, которые бы позволили нам идти в рамках нашего, ну, в одном, скажем так, в одном шаге с технологиями не отставать и даже, может быть, чуть-чуть опережать. То есть, что мы пытаемся применить при анализе наших технологий, при анализе деятельности поднадзорных, при анализе каких-то бизнес-процессов и так далее. То есть, первое – это глубокое погружение в технологии и бизнес-процессы. То есть, мы не просто смотрим на деятельность и пытаемся какие-то требования накатить, мы разбираем детально, как там реализуются технологии, как идет обмен информацией, какие там технологические нюансы присутствуют. То же самое касаемо деятельности поднадзорных организаций, то есть, какие у них бизнес-процессы, там, малые и большие, там, есть ли отличия. То есть, где там передача информации состоит из двух шагов, где из трех, где она подписывается, где клиент приходит в эту систему, или где клиент приходит в технологию. То есть, мы пытаемся вплоть до, как уже было сказано, до инфраструктуры, чуть ли не до физического уровня погрузиться и понять на самом деле, что происходит в этой области. То есть, второй наш аспект, который мы пытаемся применить, это мы формируем некий состав событий, которые в данных бизнес-процессах являются важными с точки зрения информационной безопасности. То есть, то, на что в первую очередь надо обратить внимание, чтобы выявить какие-то, скажем так, нестыковки, какую-то неправильную работу этих бизнес-процессов или технологий. То есть, это то, что потом будет ложиться уже дальше в надзорную деятельность, это то, что нам уже поможет анализировать, насколько хорошо технологии и бизнес-процессы работают. Следующий шаг, который мы также пытаемся применять, это непосредственное участие в проектах. То есть, я в конце попозже скажу, в каких проектах мы уже успели поучаствовать. То есть, подразумевается, что в новых, ну, допустим, приведу пример, там, система быстрых платежей, единая биометрическая система. То есть, в этих проектах мы участвовали непосредственно в самом проекте. То есть, видели, как системы эти строились, смотрели, как они менялись, как какие-то требования на них, ну, добавлялись, убавлялись, как обсуждалось. То есть, это позволяет как раз реализовать первый пункт, который я сказал, то есть, именно глубокое погружение в технологию. Если такое не делать, то есть риск, что наш анализ будет немного поверхностным. Ну, понятно, что параллельно вот этой всей деятельности происходит анализ рисков для объекта регулирования. То есть, смотрим, какие есть уязвимости, есть угрозы, как мы можем на них реагировать. Ну, и, соответственно, вот если так по диагонали посмотреть, параллельно формируется некий примерный состав мер защиты, который эти угрозы и уязвимости могут нейтрализовать. Вот один из самых важных пунктов, который мы сейчас пытаемся применять, это формирование рабочих групп. То есть, мы не варимся в собственном соку, мы пытаемся активно привлекать экспертов с рынка, то есть, людей, непосредственно работающих в организации. То есть, могу привести пример, то есть, у нас есть рабочая группа, например, по криптографии, по импортозамещению ХСМ, есть рабочая группа по блокчейн-технологиям, то есть, мы собрали экспертов, которые непосредственно занимаются анализом уязвимостей, разработкой, то есть, это программисты, безопасники. То есть, мы пытаемся взять у них вот то, что они видят, непосредственно работая на земле. Также есть личная рабочая группа по другим направлениям. То есть, это позволяет нам не просто как-то провариться в собственном соку и выдать какое-то собственное мнение, но и взаимодействовать с рынком. Что касается деятельности поднадзорных, то, опять же, если брать каждый из типов поднадзорных организаций на кредитно-финансовых, то, опять же, по каждому из типов мы пытаемся взаимодействовать, во-первых, с саморегулируемыми организациями, и через них выходим уже непосредственно крупных или средних представителей этих организаций, которые как раз занимаются обеспечением информационной безопасностью, IT-технологиями, и непосредственно с ними уже изучаем бизнес-процессы, смотрим, как у них это построено. Естественно, даже компании, ну, организации одного типа могут иметь совершенно разные бизнес-процессы, то есть, они по закону одинаковые, но по их реализации разные технологии, разные шаги, разные какие-то средства используются. То есть, это все как раз в рамках этих рабочих групп анализируется. То есть, это один из самых таких важных пунктов, которые мы применяем. У нас также идет анализ возможных атак на наш объект регулирования, опять же, в этом нам помогают вот эти вот рабочие группы. То есть, понятно, невозможно быть специалистом во всех сферах не кредитно-финансовой и кредитной деятельности, кредитно-финансовой. Поэтому мы можем не знать о каких-то видах мошенничества, мы можем не знать о каких-то там способах, опять же, проведения каких-то несанкционированных транзакций. То есть, мы, опять же, тесно взаимодействуя с представителями этих организаций, они с нами делятся способами, какими-то видами атак, и так далее, и так далее. То есть, это как… или бы какими-то предположениями, как это могло бы быть. Поэтому, опять же, это все ложится в нашу аналитику, и опять же, это все используется при дальнейшем методическом регулировании. И тоже очень важный пункт – это изучение международного опыта. То есть, мы участвуем в отличных, скажем так, организациях международного формата. То есть, это Международный союз электросвязи, ВТО. То есть, там мировое сообщество, тоже можно привести там сообщества различные по блокчейн-технологиям, распределенным реестром. То есть, мир движется вперед, и мы пытаемся брать вот этот мировой опыт и перекладывать уже на нашу, скажем так, зону регулирования, чтобы ни в коем случае не отставать от международного, так сказать, логомотива. По результатам всех видов деятельности, которые я перечислил до этого, у нас формируется некий такой документ. То есть, я примерно здесь привел его состав. То есть, он примерно, не детальный. То есть, по сути дела, это такой документ, который содержит описание всего, что мы анализировали. То есть, по сути дела, это, во-первых, бизнес-процесс, который мы анализируем, реализованный по технологическим, разбитый по технологическим участкам. То есть, мы анализируем каждый технологический участок бизнес-процесса, смотрим, на каких средствах он выполняется, что там происходит, какие там происходят бизнес-операции. Также смотрим, кто в этом бизнес-процессе задействован. То есть, зачастую в рамках шага какого-то технологического участка может быть взаимодействие между другими организациями, другими системами, какая-то передача информации в одну сторону, в другую. То есть, это все отрисовывается на этой большой схеме. Чуть попозже скажу, как она выглядит. Также описываем участников бизнес-процесса, описываем инфраструктуру, на которой это все реализуется. Опять же, записываем в этот документ потенциальные какие-то виды атак, потенциальные виды мошенничества, как это примерный способ реализации. То есть, на выходе получается такой документ, который содержит наше видение бизнес-процесса, как он может быть, как он проводится, как он может быть защищен и какие шаги, технологические участки там присутствуют. Опять же, очень сильно нам в этом помогают наши рабочие группы. То есть, естественно, у нас одно видение, на самом деле, это может быть чуть-чуть по-другому. Поэтому, опять же, в тесном взаимодействии с коллегами мы это более-менее адаптируем под действительно реальные технологии, реальные бизнес-процессы. Как уже Андрей Олегович сказал, у нас есть некие уровни, то есть, самый верхний, самый важный – это уровень технологий, операционных систем, уровень инфраструктуры. Также есть у нас физический уровень и уровень каких-то сервисов, приложений. Ну и, соответственно, также в наш документ мы анализируем различные возможности, если у нас какие-то есть услуги аутсорстинга. То есть, это очень тоже важно влияет на безопасность. Если у нас в процессе трансграничная передача информации, то это все вот схема, она примерно, схема бизнес-процесса выглядит примерно так. То есть, есть вот эти уровни, наверху технологические участки, и, соответственно, в формате BPMN мы зарисовываем весь бизнес-процесс или всю технологию по вот такой вот структуре. Соответственно, после того, как мы это все сформировали, данный документ уходит в нормативное регулирование и методологию контроля надзора. То есть, дальше коллеги уже работают с этим документом, понимая, как организована технология и на какие вещи нужно обратить внимание. И теперь немножко про то, где мы уже успели, скажем так, наследить. То есть, как уже было сказано, в единой биометрической системе мы поучаствовали, плотно участвуем в финансовом маркетплейсе, также заявились в цифровой профиль. Очень большая работа у нас идет в области распределенных реестров, блокчейнов. То есть, вы, наверное, слышали про мастер-чейн, то есть, мы там очень активно участвуем. По перспективным платежным технологиям это сервис быстрых платежей. Ну, ARM, КБРН это так, не знаю, насколько это перспективно, но, на наш взгляд, очень. Также распределенные реестры в области платежных технологий. Есть стрим по анализу деятельности поднадзорных. То есть, я не стал перечислять всех, но вот мы по каждому из типов анализируем их бизнес-процессы и пытаемся сформировать некое свое видение на эту всю ситуацию. Ну, и отдельным также стримом идет так называемая цифровая экономика. То есть, здесь больше, скажем так, научно-исследовательская деятельность, но, тем не менее, то есть, это и облачные технологии, интернет вещей, умный город и так далее, и так далее. То есть, отдельный там есть стрим по квантовым технологиям, опять же, отдельный есть стрим по распределенным реестрам. И надо обратить внимание, я вот специально прорисовал в конец почти каждого столбика, ну, за исключением наших поднадзорных, это изучение международной деятельности. То есть, мы пытаемся сделать так, чтобы идти в ногу со временем и не отставать от наших зарубежных коллег, которые, ну, например, в области распределенных реестров лидерами у нас являются азиатские страны, например, Сингапур, Япония, Китай. То есть, это подавляющее, скажем так, число нововведений, инноваций с их стороны. Поэтому участие в этих всяких различных конференциях помогает нам перенимать их опыт, помогает имплементировать его именно в наши документы. Я закончил, спасибо за внимание.